Во дворе дома семьи Лебедевых все заняты делом. Братья Михаил и Александр помогают рабочим привести в порядок двор. Самой главной задачей делится старше уже справились. Полностью поменяли кровлю. Там вот посередине дома крыша полностью была прогнившая и полностью получается вот четыре комнаты протекали, когда был дождь. Решить острую проблему помогли городские власти. Найти 200 тысяч рублей на ремонт самостоятельно этой семье не под силу. Каждая копейка в доме на счету. Михаил только вернулся из армии. Средний брат еще школьник. Бабушка на пенсии. Кроме того, сейчас немалые деньги уходят на лечение младшей девятилетней Лены. Девочка травмировала глаз. Я одна дважды вдова и получая ту пенсию, которую платят, мне не осилить. Приятно очень, что не оставили без присмотра и в трудную минуту помогали. Подобные семьи находятся на попечении управления по делам несовершеннолетних. Специальные комиссии решают, чем именно помочь. Часто на чужую беду откликаются предприниматели. Кто-то привозит материалы, кто-то предоставляет рабочих. Для маленькой семьи Кантемировых началом добрых перемен стала новая ванная комната. Чуть более 35 тысяч рублей на ремонт тоже дали меценаты. Летом прошлого года Надежда и ее дочь Алана переживали нелегкие времена. Вспоминают о них не очень охотно. Были проблемы с ребенком. И на почве этих проблем с ребенком администрация заинтересовалась семьей. И поняв, что все эти проблемы произошли от определенных материальных трудностей, оказали огромную помощь. Доброта неравнодушных людей вдохновила на дальнейшие перемены. Кантемировы продолжают ремонт своими силами. Пока переклеили обои в комнате Аланы. Были такие моменты, когда все меняется и все приятно именно меняется. Ты понимаешь, что есть все-таки очень хорошие люди. И все-таки возраст это такой, что в школе, когда были проблемы, я вообще боялась вообще что-то кому-то говорить. И помощи ни от кого не ждали. С мамой были вдвоем, было тяжело. С начала этого года помощь уже получили около десятка семей Новороссийска. Те, кому она была особенно необходима. Стали ближе все-таки видеть проблемы, идти и сами эти проблемы уявлять и сами решать. Не заявочного характера, а вот просто видя, что есть те семьи, которые вроде бы и живут плохо, но и никуда не обращаются, никуда не. Быть ближе к народу и не дожидаться, когда люди попросят о помощи. Об этом неоднократно главам районов, городов и поселений говорил губернатор. Это не мои поручения. Это просьбы людей. Это поручения людей, поручения населения, для которого мы с вами должны работать. И по районам вы вместе со мной ездите и видите. И в те места, куда мы заезжаем порой, в трещобные, то не можем поверить, что это Краснодарский край. И не можем поверить, что там люди живут. Я никогда не думал, что в 30 километрах от Краснодара я найду дом с земляным полом. Никогда не мог подумать, в котором живут шестеро детей. И власть хоть бы хны. Никогда не думал, что в Сочи я найду улицу вместе с мэром, где мэр удивлялся, где тоже земляные полы. И о чем мы с вами говорим? Какие достижения мы можем сказать? Ради кого? Ради космоса, что ли? Да не нужен космос нашим людям. Не нужен космос населению края, потому что они простейшего просят. Просто простейшего. Они просят жить в нормальных человеческих условиях. Эту работу в Новороссийске продолжат. Сейчас в сложной жизненной ситуации находятся чуть более 80 семей города-героя. В планах властей до конца года помочь всем. Евгения Сокмаркина, Артем Лычко, Кубань, 24, Новороссийск.